Целебная ходьба. Ходьба и прогулки пешком, сколько калорий можно сжечь? В погоне за фигурой мечты у многих возникает интерес, а как же это возможно осуществить без сильных изменений в привычном образе жизни? В таком случае необходимо добавить больше активности в обычный ритм жизни. Это может быть тренировка в спортивном зале, плавание, замена лифта на поднятие по лестнице или же обычная ходьба пешком. Последний вариант является самым комфортным, так как он не заставляет организм человека испытывать стресс от начала новой нагрузки. Ходьба позволит ему адаптироваться для дальнейших тренировок или же просто поспособствует укреплению мышц. Как известно, когда мышцы человека находятся в тонусе, организму требуется больше калорий для обычного поддержания жизнедеятельности. Это является огромным плюсом для желающих привести свою форму тела в тонус, так как им не придется строго урезать привычный ранее колораж. К тому же, добавление ходьбы ежедневно или минимум три раза в неделю позволит избавиться в среднем от 200-400 калорий за один подход в 6000 шагов. Почему ходьба – эффективный способ похудения? Ходьба является естественным видом активности для организма человека. Ему не нужно привыкать к такому виду деятельности, поскольку он каждый день совершает подобное. Однако для похудения привычной ходьбы – да, от работы не будет достаточно. Поэтому можно утверждать, что от ходьбы пешком можно похудеть. Ходьба подойдет людям практически любой группы здоровья. Прогулки не имеют отрицательного воздействия на сердце и вены ног. Поэтому умеренные тренировочные прогулки принесут исключительно пользу, укрепят сосуды, мышцы и помогут снизить вес. Потери нежелательного веса можно добиться лишь при выполнении некоторых дополнительных условий. Сколько килокалорий сжигается при ходьбе в час? Затраты энергии организма зависят от темпов ходьбы и от времени, которое ей уделяется. 10 000 шагов – это примерно 7-8 километров. При среднем темпе в 4-6 километрах в час организму необходимо около 200-350 калорий. Получается, что уделяя ходьбе примерно час в день, можно потратить дополнительные калории, то есть создать дефицит. А это будет способствовать умеренной и здоровой потере веса. Таблица сжигания калорий в зависимости от количества шагов и километража. Расход калорий, которые затрачиваются при ходьбе, зависит от нескольких показателей. Чем выше вес, тем больше калорий будет тратить организм. Это действует и в обратном направлении. Чем ниже масса тела, тем меньше будет расход калорий. Также затраты зависят от времени и расстояния тренировок. Для начала необходимо определиться, сколько времени вы готовы уделять дополнительной нагрузке. Далее необходимо пересмотреть питание и рассчитать основной энергетический обмен организма. После можно выбирать, какой километраж вы готовы проходить минимум три раза в неделю. Сколько необходимо ходить в день, чтобы поддерживать организм в тонусе и чтобы похудеть. Например, для того, чтобы похудеть человеку с базовым обменом в 1800 килокалориях, достаточно будет проходить пешком 30 минут со скоростью 5-6 километров. За это время он потратит 200-300 килокалорий. Этого будет достаточно для умеренной потери нежелательного веса. За сколько можно пройти 2 километра пешком? Средняя скорость человека в ходьбе – 5 километров. 2 километра можно пройти за 20-30 минут при среднем темпе. Как сделать тренировки, ходьбу эффективнее? Физическая активность составляет лишь 20-30% успеха в борьбе за подтянутую фигуру. Для более быстрых и видимых результатов необходимо пересмотреть рацион питания. Как правило, вес начинает снижаться при дефиците калорий. Но это вовсе не означает, что желающим потерять вес нужно жестко себя ограничивать в употреблении конкретных видов продуктов. Добиться дефицита калорий можно с помощью добавления большей физической активности. То есть, чем больше тренировок, тем больше калорий требуется организму для поддержания его существования. Как мотивировать себя проходить больше? Организм и мозг человека требуют некоторое время, чтобы привыкнуть к новому виду нагрузок. Далее представлены некоторые советы, которые могут придать больше стимула, чтобы наконец начать действовать. Добавить немного больше усилий, и заметить огромный результат. Как ни странно, если ежедневно добавлять чуть больше активности, то уже через неделю будут видны первые результаты. Мышцы начнут обретать форму, организм будет наполнен энергией. Разве это не стоит того? Ходьба является естественным процессом для человека. Без существования даже такой малой активности тело будет каменеть. Это будет отрицательно влиять на общее здоровье вен, мышц и даже костей ног. Поэтому 30-минутные прогулки при среднем темпе уберегут ноги от этого. Напоминайте себе, для чего вам нужна эта активность. Достаточно будет ежедневно вспоминать о главной цели, ради которой вы начали заниматься ходьбой. Начните вести блокнот, в котором будете записывать пройденные километры. Это поможет видеть прогресс, а также мотивировать заниматься упорнее. Распечатайте чек-лист. В нем должны быть отмечены желаемые потери веса и ежедневный километраж. Пункты необходимо расписать так, чтобы с каждым разом расстояние ходьбы повышалось. Желание отметить галочку сделано также может стать дополнительным источником мотивации.